400 тысяч подписчиков и 7 миллионов лайков. Таких результатов достигли за год Андрей и Людмила Лунёвы. Семейная пара из села Макарьевка Топчихинского района ведёт аккаунт социальной сети ТикТок. На их участке всё сделано своими руками и автоматизировано. Секретами разработок Лунёвы делятся с подписчиками. Показывают жизнь такой, какая она есть. Ведут хозяйство, ненчатся с внуками и вместе рыбачат. Считают главной задачей настроить молодёжь на позитив. Для Алексея Комарова из Первомайского района «Свиньи как бизнес». Канал на платформе YouTube с таким названием он ведёт уже три года. Алексей разводит свиней 20 лет. Своим опытом делится в интернете. Например, на его канале можно научиться разводить поросят. Благодаря динамичной и яркой подаче материала на блогера подписались 317 тысяч человек. При этом 90% аудитории с сельским хозяйством не связаны. Смотрят лайфблог из любопытства. 1 миллион 750 тысяч подписчиков и сотрудничества с Международной Федерацией Волейбола. Создатель популярного во всём мире YouTube-канала «Титаны Волейбола» Максим Фролов живёт в Барнауле. В начале пути не мог найти в интернете качественные видеоролики про волейбол. Решил делать их сам. За пять лет он превратил хобби в крупный коммерческий проект. Блогер делится с подписчиками подборками с топовыми спортсменами, игровыми защитами и атаками, смешными и легендарными моментами. 34 тысячи подписчиков собрал личный блог Юрия Бакулина из Бийска. Основная тема публикаций – работа в огороде. Его супруга Ирина увлечена выращиванием помидоров и огурцов. Сам Юрий ухаживает за малиной и виноградом. В этом году семья прославилась на весь край гигантским урожаем. Помидоры весом 800 граммов, чеснок размером с ладонь, перцы длиной 20 сантиметров. Ирина и Юрий знают, как выбрать сорта, которые принесут большие плоды. Анастасия Меншакова, Новости.